друзья всем привет вы снова на канале биткоган и снова с вами я евгений коган вы знаете меня задают вопросы про самые разные эмитенты и про лукойл про его buyback сдают вопросы и про газпром и про норильский никель и про естественно русал что будет в условиях таких низких цен про алюминий ну и так далее честно говоря вопросов масса практически про все эмитенты сегодня мне хотелось бы поговорить немножко про газпром дело в том что бумага выглядит с одной стороны очень недорого с другой абсолютно непонятно что будет с дивидендами вопросов масса я уже заколебался честно говоря отвечать каждому поэтому давайте я здесь спокойно расскажу что происходит ну и какие мысли естественно главный вопрос долги утянут газпром на дно и государство придется его спасать вот люди так ставят вопрос то есть прям вот знаете все ужас ужас нас у нас же как то либо все хорошо эльдорадо либо все пропало ну вот так вопрос теперь что такие огромные долги ну катастрофа давайте разбираться после 22 года ситуация конечно несколько далековато от того чтобы мечты сбывались но все-таки покопаемся в этом вопросе и собственно говоря разберемся в чем там сейчас проблема взглянем на отчет газпрома за первое полугодие двадцать третьего года до выручка действительно упала на сорок один процент сравнение с первым полугодием 22 года это действительно очень много ебеда упала на 60 процентов рентабельность по ебеда на 14 процентов ну и чистая прибыль бабам на восемьдесят семь процентов в чем причина достаточно все просто в двадцать втором году цены на нефть и газ были значительно выше из-за опасений по поводу перебоев поставок чего естественно нельзя сказать в начале двадцать третьего года и дело даже не самой было компании или ее геолокация похоже картина она наблюдается кстати говоря наблюдалось в отчетах эксона и шеврона и бипи но газпром вынужден был сокращать еще и поставки на высокомаржинальный европейский рынок из-за отказа от проводных поставок и уничтожение северного потока то есть по сути своей европа она для газпрома ну в основном закрылась в основном а это был самый маржинальный рынок после этого поставки природного газа были перенаправлены в китай но естественно полностью заместить их невозможно объемы в разы меньше да и конкуренты из других стран естественно также готовы под небесную поставлять свои природные богатства вот по этой самой причине и из-за возросших до 1,2 триллиона рублей капитальных затрат да ведь как газпрома приходится сейчас дикие нести капитальные затраты но я уж не говорю о том что это хорошо плохо как оно получилось об этом можно много чего говорить но есть то что есть поэтому мы исходим из этого и без эмоций пытаемся просто разобраться и так из-за возросших до 1,2 триллиона рублей капитальных затрат газовый бизнес принес операционный убыток в среднем по нефтегазовой отрасли россии кап затраты выросли почти на сто процентов кстати говоря с 21 года в чем причина этого роста ну во первых было исчерпанное очень много старых месторождений и пошло освоение новых а для этого пардон надо проводить геодезия геологическую разработку бурение и прочие работы связанные с огромными денежными средствами конс инвестициями техническое обслуживание оборудования и техники тоже огромная статья все это так сказать изнашивается нужно добавлять денег но кроме того с февраля 22 года нефтегазовым компаниям стало сложнее закупать и ремонтировать оборудование для добычи но они раньше это все брали в основном за рубежом больше всего эта проблема именно коснулась морской нефтедобычи позитив отчетность газпрома добавляют некоторые показатели финансовые от газпром нефти и честно говоря это очень сильно спасают это дочерняя компания газового монополиста который занимается добычей и реализации нефти хотя и цифры конечно тоже не блещут но тем не менее за первое полугодие 23 года выручка сократилась на 14 процентов чистая прибыль на 40 но тем не менее это не катастрофа по сравнению конечно газпромом ну и какие последствия для инвесторов тревогу у инвесторов естественно вызывает тот факт что долг газпрома составляет сегодня 6 триллионов рублей это внушительная сумма но не стоит забывать о том что на счетах у газового гиганта находятся денежные средства примерно на сумму триллион сто миллиардов рублей ну то есть путем простейшего вычитания получаем что чистый долг газпрома составляет 4 9 триллионов все-таки не 6 тоже много но не 6 в принципе этот уровень долговой нагрузки не представляется критичным для такой корпорации это много в абсолютной сумме но тем не менее по мультикопликатором когда смотришь ну терпимо но только при условии все это терпимо что спрос на продукцию газпрома останется высоким добыча не сократится и не будет повышена налоговая нагрузка вот это надо понимать есть еще два фактора которые могут вызвать тревогу газпром хочет сократить экспорт газа в ближние дальние зарубежья со 119 до 112 миллиардов кубометров но это не так если честно тревожно как уменьшение среднеконтрактной цены экспорта в те же страны с 592 до 421 доллара вот это серьезно то есть падение здесь почти на 30 процентов точнее порядка 29 такая цена реализация далеко не критично для газпрома но если стоимость будет падать и дальше то это уже может быть стать ну по сути своей гигантской проблемой для газодобывающей корпорации какие плюсы почему я говорю что конечно ужас но не ужас ужас традиционно так вот слабый рубль и зима 1 отчасти компенсирует снижение выручки но полностью сделать это не получится и остается собственно говоря надеяться что приближающаяся холода активизирует рост цен на углеводороды и поспособствует роста доходов такой может произойти вывод для инвесторов эта ситуация может вызвать тревогу без сомнения но на мой взгляд такая долговая нагрузка она не смертельно теперь последствия для государства что может сказать по итогам разбора ситуации ну давайте здесь тоже посмотрим государство естественно будет и дальше стремится получать повышенные налоговые выплаты от газпрома и других нефтегазовых компаний чтобы пополнить бюджет доходами то есть общипывать их будут как цыпочек регулярно и так сказать с толком с расстановкой так по итогам периода с января по август поступление от нефтегазовой отрасли ведь сократились на 4,8 триллиона рублей что в полтора раза точнее в один из шестьдесят два сотых раза меньше чем с предыдущим годом правда ситуация начала меняться последнее время и идет резкое восстановление всех доходов от экспорта нефтегаза это действительно есть но начало года было очень тяжелое значит пока я друзья не вижу признаков того что государство может потребовать какой-то единовременный налог у экспортеров по крайней мере у газпрома точно но каким-либо другим способом налоговая нагрузка вполне еще может быть повышена а вот льгот в освоении новых месторождений или за покупку важного оборудования пока не предполагается и вот это серьезно вполне вероятно что уже по итогам 3 или 4 квартала повышенный курс доллара сша но и других иностранных валют в паре с рублем они все-таки позитивно отразятся на прибыли и на стоимости акций газпрома и других экспортеров также газпром получит увеличенную выручку благодаря возросший оплате счетов за газ и но это произошло многоквартирных домах и в частных домах это примерно на 10 процентов выросло и еще дополнительная выручка будет от предварительно намеченного на 24 25 годы повышение на 8 процентов тарифов на газ ну я понимаю что для всех стоит вопрос очень остро дивидендов будут или не будут дивиденды собственно говоря для инвесторов согласно дивидендной политики компания обязалась направлять не менее 50 процентов скорректированной чистой прибыли на выплаты акционерам это как бы закон из расчета чистой прибыли по итогам первого полугодия там примерно 618 миллиардов рублей получается примерно 13 рублей на каждую акцию что соответствует доходности 7 и две десятых процента на момент записи этого видео будет ли в итоге газпром платить дивиденды или будет какой-то делать разовую выплату для государства пока сказать сложно господа более того я не исключу что исходя из того что достаточно большие планируется капитальные затраты то компания может и не платить то есть вроде как по всем показателям вот мы говорим о том что получается 7 и 2 процента дивидендная доходность вроде как все нормально и должна она соответственно заплатить 13 рублей на каждую акцию я пока не думаю что компания в итоге одобрит дивиденды и просто ну проведут это решением правительства наверное другое дело что могут какой-то адресный взнос сделать посмотрим так что вопрос дивидендов сегодня стоит очень остро вопрос открытый и лично мое убеждение что скорее всего дивидендов не будет но посмотрим не будем загадывать давайте взглянем на эту ситуацию у конкурентов по сектору новотек поставщик сжиженного природного газа на зарубежной рынке отразил выручку в размере 643 миллиарда рублей в первом полугодии а чистая прибыль составила 155 чуть больше 155 миллиардов рублей татнефть одна из немногих нефтяных компаний которые кстати говоря представляла непрерывно отчетность за последние годы так что респект в сравнении с первым полугодием 22 года татнефть сократила выручки до 623 миллиардов рублей на 21 процента чистая прибыль в годовом сравнении все же даже еще и выросла ну так получается иногда до 147 миллиардов на 6 процентов рост нефть выручка снизилась до 3 и 86 триллиона рублей на 25 процентов чистая прибыль наоборот выросла тоже до 652 миллиардов почти на 45 процентов собственно как и капитальные затраты до 599 миллиардов то есть на 13 7 миллиардов больше такая вот ситуация ну а теперь вывод лично я держу небольшую долю своего российского портфеля в акциях газпрома очень небольшую честно говоря намного меньше чем в акциях других экспортеров в котором на собственно говоря сильном повышении росте ценных бумаг я фиксирую прибыль по газпрома пока нет акции пока не растут но в общем то это и понятно ну и напоследок я отмечу что ценные бумаги газпрома по мне они недооценены рынка по достоинству поэтому сохраняется долгосрочный потенциал для увеличения стоимости ценных бумаг и я не вижу причин для затягивания корпорации в долговую яму о чем относительно недавно так сильно переживала вся прогрессивная общественность напоследок друзья ну относительно самая последняя информация из компании совет директоров газпрома принял обновленный бюджет и инвестиционную программу на двадцать третий год ну по крайней мере так вот компания сообщила так вот согласно первоначальной версии бюджета на текущий год размер инвестиционной программы по финансированию главной компании по газпром был запланирован в размере 2,3 триллиона рублей огромные капитальные затраты по новой версии произошло сокращение примерно на 335 миллиардов рублей до 1,9 миллиардов вот одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательства газпрома без дефицита и в полном объеме решение по привлечению заемных средств в рамках программы заимствования планируется принимать исходя из рыночных условий ликвидности и потребности финансирования об этом пишет компания инвестиционная программа на двадцать третий год она предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов в их числе дальнейшее развитие новых центров газодобычи ямальского очень но можешь подумать но тем не менее ямальского якутского и иркутского и магистрального газопровода сила сибири кроме того газоперерабатывающего комплекса газпрома а также проект обеспечивающий пиковый баланс газа но очень важный момент то есть знаете в данном случае произошло следующее как говорится по одежке и протянули ножки посмотрели но не справляются с такой большой инвестиционной программой и сократили ее я думаю это позитивный момент так что еще раз вывод я не считаю что какая-то катастрофа в газпроме что нужно продавать долги кстати говоря замещающие облигации газпрома дают очень неплохой доходность пока ничего смертельного нету я держу акции газпрома надеюсь что в долгосрочном периоде они будут не самой плохой инвестиции хотя это небольшая доля от моего портфеля почувствуешь что что-то еще меняется увеличу вот как-то так друзья всего самого доброго инвестируйте ну и будьте аккуратны и соблюдайте пропорции счастливо как овощи как овощи как овощи Продолжение следует...